И вот когда написано, что испытывайте духов, от Бога ли они, не испытывай, вот что человек говорит, правильно, неправильно, потому что не разберешься. Это же для простых людей, много ли среди вас знаменитых, выдающихся, а испытывая от Бога ли они, всякий дух исповедующий, мы с тобой говорили об этом, и вот смотри, человек, что это за пророк, что это за проповедник, пророк это дух говорит в человеке, вот какой дух говорит, если дух Христа говорит в нем, если его образ жизни, его взгляд даже, его поведение, интонация его, его внешний вид соответствует тому Христу, о котором написано в Евангелии. Вот о Христе написано в Евангелии. Это верное свидетельство обо мне, говорит Господь. Что есть в Священном Писании? Вот говорят, это Слово Божие. Это не Слово Божие. Это свидетельство о Христе. Какое? Правильное, верное. А многие говорят, рассуждают о нем. Книг написано много. А это верные свидетели его. Вот это и есть свидетели. Апостол, это его свидетели. Будете мне свидетелями. И вот если ты видишь, что это человек, нож не сразу увидишь. Духовный судит обо всем. А о нем судить никто не может. Судит кто? Вот если ты рожден свыше, то ты увидишь Царствие. Вот кто должен вам родиться свыше. Кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие. Божие. Христа не может увидеть в человеке. Вот может человек он даже и такой, скорее всего, он будет кроткий и смирен сердцем. Этот человек. Посмотрел я эту беседу Девятьярова и Кузнецов. На них смешно, конечно, смотреть. Это написано. Боть из закваски фальсийской. Что есть лицемерие. Вот их общешное лицемерие. Это общение, это образ их общения. Не, комментарии там я посмотрел еще смешнее. Те почитатели, те их обожатели. Прямо обожатели, которые там... Ну, это хорошо. Я не расстраиваюсь совсем. Вот ты расстраиваешься, да? Я не расстраиваюсь. Плевелы будут собраны в связке. Плевелы, да? И связка. Связка. Что за связка? Какой связкой они собраны? Это ненависть ко Христу. Понимаешь? Вот в церкви связывает, братьев, цепь. Она, ну, образ такой дается. Золотая цепь. Цепь – это любовь. Звенья. Она крепкая цепь. А их связывает, плевелы. Не любовь. А они как бы вот в мире говорят, дружат. Против кого будем дружить? И вот там, с самого начала, можно было уже определить. Кузнецова, Девятьярова. Как? В основном, я где-то Девятьярова посмотрел, и он там начал надсмехаться и хулить над Авраамом, патриархом. Это уже все. И Кузнецов. Он насмехался еще давно, как только вот он начинал свою эту карьеру религиозно-духовную. Он насмехался над Моисеем, отхихикивал над Израилем, народом Божьим. Умного. Он говорит что-то. А, да, да. Вот уже сразу было видно, вот этот пророк. А это пророк. Если дух говорит в нем, значит, это лжепророк. Так зачем это нужно? Например, если он много правильного говорит. Это тактика дьявола. Говорить много правильного, а потом ложь. А когда ложь, это свое он говорит. Так-то он не свое говорит. А при этом ставит ложь, лживое направление даст. Вы понимаешь, они что делают? Вот широки ворота и пространен путь. И вот он даст направление. Любое направление дает. Ему главное направление дать. Это как бы, если такой пример тебе сказать, что если ты любишь своего отца, в семье, по плоти отца, вдруг кто-то начинает, сосед или кто-то, каким бы он ни был, авторитетом, каким бы он ни был, профессором, начнет про отца твоего говорить, насмехаться. Что-то говорит негативное, что-то сомневаться, а ты будешь продолжать с ним общаться, его какое-то мнение, какую-то толерантность проявлять, какое-то что-то такое, понимаешь? А тут же сидит хулитель. Так он к нему приехал, к этому хулителю, насмешнику, кощуннику. В такой же конце ты видел, он подтвердил его слова, неважно, какой Бог Христос, он там или единый. Ладно, друзья, все, до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока, да благословит вас Бог, с нами Бог Эммануэль, или Иисус Христос. А в принципе, как бы вы ни обращались, он отвечает на молитвы и так, и так. С нами главное живой Бог. Да, он отвечает. Можно вообще без имени, я заметил, обращаться, и он отвечает. Просто обращаться к нему как к Богу, как к Отцу Небесному. Тоже отвечает. И вот кто не любит Господа, им нравится слушать это. Сегодня христианство подстраивается под мир, обретает образ толерантного общества. Раньше христианство было жаждущим, ищущим, униженным. А сегодня оно удобное, нарядное и веселое. А почему нет Бог же любовь? А любовь у нас сегодня какая? Конечно же, толерантная. Мы не наказываем своих детей. Мы их учим толерантной любви. А Бог, который наказывает до четвертого колена. Шовы! Сыжный наш Бог! Древние люди поклонялись богам, тиранам. Это были сильные люди. Современные люди не такие. И Бог им нужен подстать. А что тут плохого, говорят? Кто запретит нам выбрать Бога? Любви нам не хватает. Значит, обиженные души. Мало сегодня любви. А с какой программой придет человек греха? Чем он привлечет к себе народы? Конечно же, любовью. Он покорит мир своей любовью. А наш Господь, Иисус Христос, Он вовеки тот же. Он есть Бог веткого и нового завета. Это один и тот же Бог. Каким Он открылся Адаму, таким Он придет судить мир. И вдруг откроется, что сегодня для человека благо, для Бога мерзость. Если Господь не пощадил допотопного мира за его распущенность, то что будет с нашим миром, миром, гораздо превзошедшим в порохах? Мир будет осужден, но больше горя ждет тех, кто, познав Господа, пытается нарядить Христа в свое барахло, пытающийся адаптировать Бога под свой развращенный ум и научающий так других людей. Сегодня ваше время. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова